Всем здравствуйте! Снова пилим зеленку. В прошлом видео поставили мотор, пильнули мотораму, заменили пиньон на маленький. В общем работа была по мотору. Сегодня будем заниматься амортизаторами. Будем переносить передний амортизатор для большего выворота вперед. Никогда такого не делал, но будем использовать вот такие вот гитары с выносом в сторону, в сторону, вверх, без разницы, наклон изменения. Вот такие вот гитарки. Ну что, начнем. Столкнулись с одной проблемой. Не совпадают места крепления. Так что, сегодня, наверное, просверлим рядышком отверстия, а на будущее надо будет под 6 хг модернизировать вот эти элементы. Это сделано под аксиал, под энжору. Вот так вот. Поставил гитарки, просверлил еще одно отверстие, по прямой сделал. Проект переделаю потом и сделаю под хг свое крепление. Далее прикрутил амортизатор. Амортизатор стоит ровно, ходит хорошо, до конца складывается. Тут сзади. Единственное, что, колесо вроде ходит, но я люблю, когда амортизатор стоит ровно. Не знаю, буду я это делать или нет. Вот сюда можно проставочки поставить, амортизатор поставить ровно. Сзади, в принципе, колесо вроде идет, когда сюда. Вот есть небольшое закусывание на штатных. Вот если бы он стоял ровно, может быть этого закусывания не было. Но буду я это смотреть уже чуть позже. Поменяю, когда все, посмотрю, как лучше работает амортизатор. В принципе, с передней частью мы закончили. Так, столкнулся с небольшой проблемой. Тут все хорошо, все работает. На штатный хекс не подходят диски. Они подходят как... Ладно, не буду камеру приближать. Короче, диск, видите, какой чудной. И вот он цепляет за кулак. Соответственно, придется делать вынос. Вот. Вынос, конечно, не хотелось сделать, так как колея увеличится. Ну ладно, для тестов попробуем сейчас. У меня еще проблема в том, что этот у нас 5 миллиметров, а у меня, наверное, только большие. Так. А, нет, вот есть 7 миллиметров. Давайте попробуем. Нам хотя бы сейчас попробовать. А то можно поставить увеличивающийся хекс, а болт уже закончится. О, есть место под гаечку. Впритык, кстати. Кстати, впритык. И, по-моему, минимальный зазор от кулака. Да. Все, тут подходит все. Так. Короче, удача на нашей стороне. Ну, посмотрим, насколько колея увеличится. По 2 миллиметра в каждую сторону. Хексы поставили. Итого колея увеличится на 4 миллиметра. Если изначально у гелика колея было 235 на штатных колесах, то сейчас она у нас составляет 255. 255 при условии, что мы просто резину еще шире поставили. 255. Это очень широко. Это уже приравнивается к ремохобби. Соответственно, у меня есть другие диски. Придется резину переобуть. Один разочек на первый тест скатаемся так, а потом переобуем. Соберем пока что модель с вами. А потом уже будем вносить изменения какие-то. Собираю вперед сначала, чтобы показать вам и не томить ваши ожидания, какой стал модель выворот. Вот такой выворот у нас получается. Аккумулятор можно положить и большой, но тогда ходы будут поменьше. Но я буду ездить на маленьком шортпаке 3С с небольшой емкостью. Тачка не тяжелая должна быть. Посмотрим, что и как далее будет. Ну что, меняем задние амортизаторы. Решил все-таки поставить проставки. Чтобы амортизатор был ровней. Вот такие проставки 5-миллиметровые будут стоять. И вот видите, вот он закусывает. А здесь работает идеально. Вот вам для наглядности. Вот даже мы сейчас его в сторону отведем. Нет, он сразу закусывает этот амортизатор. Так что может быть и не нужно распорки. Но я сделаю. Так, проблема с задними ходами у нас. Проблема состоит в боксе. Амортизатор до конца не складывается из-за того, что упирается в бокс. Соответственно, нам надо сейчас взять бокс, перенести вперед. А сюда, сзади где-то еще поставить перемычку. Сразу сейчас посмотрим, что можно будет сделать. Так, небольшая примерочка. Убрал бокс, прикрутил стойки, но у нас теперь стойки вот так вот гуляют. Вот. Соответственно, сейчас сзади поставлю распорку. Раз. И стойки закреплю в бокс. Вот так вот сейчас сделаем туда-сюда. Все, и она уже не будет никуда гулять. Получается, тут винт в бокс и внизу. Здесь у нас только длина амортизатора работает. Складывается все до конца. Практически до моста. Бокс, кстати, не очень сильно герметичный. Можно сказать, совсем не герметичный. Поэтому приемник там будет находиться. Но мы по такую высоту погружаться не будем. Поэтому герметить я его тоже не буду. Перемычку будем ставить и вперед, и назад. Потому что вот она гуляет вот такая вот вся. Конечно, она будет кузовом держаться. Но все же все равно вот сюда будет перемычка ставиться. И сзади еще поставлю. Так, ну что, проверяем. 255. Даже 250 у нас получилось. Еще раз прикидываю. 250. А сзади 255. В принципе, сзади ничего не мешает. Так, по ходам. По ходам. Вот. Что получается. Вот. Что получается. В принципе, легко поднимается в ту и иную сторону. Но. Сейчас мы с вами, наверное, все-таки заднюю часть сделаем поуже. 255. Давайте заменим назад. Амортизатор поменьше. Кузов, наверное, придется поднимать. Потому что цепляет. Так. Ну все воткнулось. Все поставилось. Вот такой внешний вид получился нашего джипчика. На максимуме, конечно, мы трем фондера. Вот. Будем мы кузов поднимать. Вот. Колесо. Ну, не знаю. Вот. В принципе, вот ходы. Смотрится, в принципе, так интересно. Осталось только нам что-то. с мордой сделать. Ну и съездить покататься. Попробуем приподнять его немножко. Накидываем электронику. И делаем первый запуск. Так. Устанавливать будем народный регулятор 1060. Вот так. И проводочек вот туда уберем. Мотор пойдет у нас где-то там. Первый запах, друзья. Попробуем. Так. Что у нас имеется? Имеется руль. Очень шустрая серва. На сегодня, пожалуй, все. Запуск произведен. Сейчас я, наверное, заменю аппаратуру. Прикину. Вот. И уберу приемник в бокс. Чтобы можно было съездить в ближайшее время покатать. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока. Пока.